Поговорим сегодня про заголовки на Яндекс.Дзен, заголовки ваших статей. Ну то есть понятное дело, что если читатель, потенциальный читатель, листает ленту, и его не заинтересовал ваш заголовок, то он не зайдет в вашу статью, не прочитает ее, не поставит вам лайк, вы не получите свои деньги. А кто-то другой, кто придумал прикольный заголовок, заинтересовал читателя, читатель лайкнул, может быть статья-то у него даже и хуже, чем у вас, а читатель перешел, прочитал его статью, и деньги, которые могли бы принадлежать вам, теперь принадлежат другому человеку, который, возможно, пишет намного хуже, чем вы. Поэтому заголовок – это один из самых важнейших параметров вашей статьи. Полный трэш в вашей статье, понятное дело, не прокатит, потому что читатель сразу выйдет, но если вы пишете хотя бы среднее, а заголовки у вас отличные, то к вам будут переходить, читать, и вы, естественно, будете зарабатывать. Вообще, тема заголовков, она очень многогранна, очень много об этом можно сказать. Я, когда завел канал на Яндекс.Дзен, стал искать информацию о заголовках, то есть прямо искал в поиске на Ютубе ролики, которые рассказывали бы мне, как писать заголовки. И кругом мне попадалась одна вода из разряда «вы должны заинтересовать читателя», «ваши заголовки должны быть интересными», «отражать суть статьи». Но это мне и так было понятно. В итоге я стал учиться на своих ошибках и выбил целых пять правил для себя. Понятное дело, что это не истина в последней инстанции. Понятное дело, что это мой личный опыт, и я могу ошибаться в чем-то. Но многие статьи, написанные по этим моим правилам, набирали очень много дочитываний. Поэтому я возьмусь утверждать, что они, может быть, не полностью и не всегда, но работают эти правила. Естественно, все их в одной статье применить не получится, придется как-то комбинировать, пробовать разное. Возможно, у вас аудитория немного другая. Возможно, что-то будет работать, что-то не будет работать. Поэтому я рекомендую то, что я скажу сейчас, адаптировать под свой блог и уже думать все равно своей головой. А это Кретов. Сегодня поговорим про заголовки в статьях Яндекс.Дзен. Пять моих личных наблюдений, которые мне помогают в написании заголовка. Это мой первый ролик на тему заголовков на Яндекс.Дзен. Будут еще. В этом я затрагиваю личный опыт. В следующих роликах уже разберу приемы от известных копирайтеров. Что я интересного смог найти, что для себя вынести, как я это применял. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Первая вещь, которую я скажу, она может быть довольно тривиальная. Может быть, многие ее уже знают из вас. Но, тем не менее, это правило звучит так. Одна статья, одна тема. Ну, собственно, это касается и заголовка. То есть, если вы пишете, допустим, как вы лежали в инфекционной больнице, не нужно там писать о том, как вас кормили, какие анализы вы там сдавали, за что вас туда определили, на какой машине туда вас привезли. И все-все-все это в кашу превращать в мешанину и пихать в одну статью. Возьмите что-то одно интересное и расскажите об этом читателю. Вот, например, я реально описывал, как меня положили в инфекционную больницу. Вот я взял еду, которая там была, и написал статью про то, чем кормили в бесплатной инфекционной больнице. Вот она больше 8 тысяч у меня набрала. Не так много, но если бы я все намешал в одну статейку, а тем более в заголовке это бы указал, то читатель бы не понял, о чем он вообще читает. Грубо говоря, чем шире вы берете тему, тем меньше подробностей вы можете описать. А людям интересны именно подробности. Если вы напишите, лежал в инфекционной больнице, и там было плохо, там кормили не очень, и там медсестры ставили болючие уколы, и там вот много-много-много всего, то, блин, ну, можно написать интересно, но сложно. И в заголовок вы тем более это не поместите. То есть, что инфекционная больница, еда, анализы, медсестры и много-много-много всего, да блин, да никто читать не будет. Так что пишите статью на одну тему и в заголовке указывайте, что это за тема. Вы мне, естественно, скажете, подожди, но как же так, а как же подборки фильмов, допустим, или там не подборки фильмов, подборки хоть чего там. Например, вот у меня опубликована подборка пяти отличных фильмов про снайперов. Кажется, что, ну, пять же тем, пять фильмов, пять разных. Но нет, на самом деле здесь одна тема, фильмы про снайперов, и они перечисляются, пять разных фильмов. А главная тема это снайперы. Также можно делать и любые другие подборки. Подборки, естественно, не нарушают никак это первое правило, что одна тема, одна статья. Я не призываю вас писать узко-узко на узконаправленные прям темы, но все равно в разумных пределах смотрите, чтобы ваша тематика не была уж слишком широкой на одну статью. Тогда непонятно будет о чем заголовок, а человек должен с первого раза понимать, о чем идет речь в статье. Второй момент. Заголовок должен вызывать эмоции, либо как-то затрагивать эмоции потенциального читателя. Именно так работает трагический контент, именно так работает шок-контент, которые запрещены на Яндекс.Дзен. Даже кликбейт так работает. Вот у меня как пример есть статья про девочку, которую похитили, вот она. Ее не забанили, ничего, она набрала там 277 тысяч дочитываний. Представлена она тут в виде какой-то скорее исторической справки, то есть что, кто, когда, там. Ничего особо такого шокирующего в ней не было. Из заголовка понятно, о чем эта статья, естественно она затрагивает чувство читателя. Но на самом деле это не совсем честный подход, и за такое рекламу со статьей у вас снимут. Однако, возьмем и вставим в заголовок какую-то известную личность, которая всем нравится. Вот допустим статья, что за пистолет-пулемет был у Данила Багрова в фильме «Брат 2». На первый взгляд кажется, что основная тема статьи это пистолет-пулемет Ингрэм, который был в фильме. Но это не совсем так, потому что в этой статье мы эксплуатируем эмоции читателей по отношению к Даниле Багрову. Если бы статья просто была про пистолет-пулемет Ингрэм, или там какой-то неизвестный актер использовал бы этот пистолет-пулемет, ее бы никто не стал читать. А так статья получилась о том, что за штука была в руках у этого крутого героя. Если сейчас на вскидку придумывать подобный заголовок, то ну вот что в голову придет? Где купить такие же часы, как у нашего президента? Вот буквально из головы сейчас выдумал. Эмоции в заголовках вообще нужно разными способами вызывать. Не обязательно использовать какого-то героя там, или трагическое какое-то описание. Можно использовать какие-то слова, которые вызывают эмоции. Яркие эмоциональные слова. Третье мое правило и отдельный тип заголовков, который связан с этим, это заголовки, которые помогают читателю узнать что-то новое. Но не просто узнать что-то новое, а что-то такое новое, что поможет вашему читателю в дальнейшем в жизни, то есть может пригодиться. Потому что если вы напишете заголовок, во сколько раз ноутбук весит меньше машины, то с одной стороны для читателя это будет новая информация, но с другой стороны вряд ли она кому-то пригодится. Вот например моя статья о том, что будет если пузырек воздуха от капельницы попадет в вену. Она кстати затрагивает и предыдущий пункт, то есть вызывает эмоции. Потому что все из нас лежали в больнице, все из нас боялись вот этого пузырька, который бежит по трубочке. Ну не все, но я думаю многие. И эта статья помогает людям узнать в конце концов что же будет. И помогает им разобраться с их чувством страха. Ну и как бы число дочитывания этой статьи говорит само за себя. Кстати, вывод который я сделал, когда писал такие заголовки, что негатив все-таки лучше заходит, чем позитив. Ну очевидно природа человека. Людям гораздо интереснее узнавать как избежать неприятностей, нежели узнавать о том, как получить какие-то выгоды. Следующий, четвертый тип заголовков, это заголовки, которые помогают читателю узнать новый факт о какой-то старой и давно известной им вещи. Например, грубо говоря, как сварить кашу из топора. На моем канале о фильмах это вот заголовки вот эти вот, где допустим вот винтовка из фильма «Стрелок», которая стреляет больше чем на 2 километра. То есть винтовка, понятное дело, все знают что такое винтовка, но винтовки, которые стреляют больше чем на 2 километра, это что-то новенькое. Для тех, кто не знал, прицельная дальность обычных винтовок с трудом превышает километра, а тут целых 2. Либо вот тоже винтовка из фильма «Охота на пиранью», там G36. Как бы странная штука получается, винтовка, а в нее вставляется магазин от пулемета. Становится интересно узнать, как же так, как получается-то так. Ну и вот тот же самый фильм «Команда», где у Шварца был пулемет РПК с прикладом от СВД. И почему у РПК приклад от СВД, тоже как бы интересно выяснить. Тут еще такой фактор в таких заголовках играет, что очень многие читатели считают себя экспертами в какой-то области, вот допустим в фильмах, в оружии. Им может что-то не понравится в вашем заголовке, либо наоборот понравится, и они обязательно зайдут и выскажут свое мнение. То есть такой подвох, когда читателю хочется высказаться, написать комментарий о том, что он думает по этому поводу. Это значит, что раз у него появилось желание высказаться и написать, значит заголовок его чем-то зацепил. Даже если тема ему известна. Тут опять же мы зацепили какие-то его эмоции. Я еще раз повторюсь, что вызвать эмоции является одной из основных задач нашего заголовка. Но не всегда. Вот допустим пятый тип заголовков – это инструкции. Довольно популярны сейчас эти все инструкции. У меня, к сожалению, на канале их нет, надо бы заняться. Даже на канал по фильмам, я думаю, можно что-нибудь придумать. Ну как пример я вот вам озвучу, типа, секретный рецепт борща. Хотя взбесившийся дзен может вам за слово секретный кликбейт припечатать. Как ты там, дзен? Слышишь меня? Перестань страдать херней. Ну в общем, суть вы поняли. Как построить крепкий забор, пять способов приготовить кофе. Естественно, что в таком виде выпускать эти заголовки не нужно. Нужно как-то их там зацепить читателя, что-то новое привнести. Но суть в том, чтобы читая заголовок, ваш потенциальный читатель понимал, что эта статья решит его какую-то конкретную проблему. И, собственно, когда вы будете продумывать эту статью, вы должны понимать, кто ваша целевая аудитория и какая у них проблема. И для них и писать эту статью решение инструкцию. Ну, собственно, вот. Вот так вот. Это видео первая вступительная часть, где я рассказал в общих чертах про типы заголовков, какие-то общие правила. Дальше уже в следующих видео мы перейдем более конкретно к оформлению заголовков. Под оформлением я понимаю какие-то слова, которые можно или нельзя использовать в заголовке. Какие-то знаки, восклицательные знаки, кавычки, скобки, тире. Оптимальное количество слов в заголовке. Я приведу интересные советы от копирайтеров и журналистов. Некоторые данные по исследованиям, которые проводились в области заголовков и их оформлений. Это все будет во второй части. Она получится, наверное, довольно большой и объемной. Но я думаю, оно того стоит. А вот уже в третьей части про заголовки я расскажу уже, почему самый идеальный, правильно оформленный заголовок может не сработать. То есть мы такие все сделали идеально, написали по всем правилам, все там по науке, а он бах и не выстрелил и дочитываний не набрал. Ну и конечно о том, как писать как можно меньше таких невыстреливающих заголовков. Потому что полностью избавиться от них все равно не получится. Там и алгоритм играет роль, и настроение аудитории. Так что подписывайтесь на канал, ставьте нравится, будем вместе развиваться и зарабатывать деньги. А у меня на этом все. До новых встреч.